Я так понимаю, дизайн и вы это разные вещи. Если вам тут не нравится, идите нахер. Вы хотите зарабатывать тысячу долларов? Бизнес все равно закроется. Если есть цель похудеть, то можно и похудеть. Откуда у тебя деньги на финансирование в этой истории? Знаете как, есть теория, а есть высшее какое-то осознание чего. Вы с одной стороны нормальная, с другой стороны совершенно больная. Вот супер, вот вы не любите работу, нафига вы ее работаете? Привет. Привет. Так, а ты что пешком сегодня решил пойти? Я так и не поняла. Потому что ты уехала на машине. Ну да, кто первый, тот и не успел. Я просто очень волновалась, чтобы не опростоять на кафе. Ты готов? Да. Ты чего ждешь, кстати? Кого бы хотел увидеть? Мне вообще интересно, потому что когда я читаю эти анкеты, смотрю, мне кажется, что там какие-то странные, непонятные люди. Я надеюсь, что в жизни они окажутся немножко другими. Мне кажется, что ты плохо всегда думаешь о людях. Все люди, они просто люди. И мне кажется, что все люди, которые заполняют нашу анкету, это классные люди, потому что это наши зрители. А таких зрителей у нас точно не бывает. Просто, может быть, люди не так заполняют анкеты. Иногда, когда вы заполняете анкеты, то полный трэш получается. Ну, дорогой, они все такие гениальные, как ты. Я... Мы почему не стали на проезжей части? Мы с того, когда видимся, мы так всего странно ведем. Я предлагаю, я уже вижу сейчас, ничего не вижу, но скоро будут. Я предлагаю дождаться сейчас нашу команду. У нас же будет команда классная. Мне так с ней понравилось работать. И после этого, собственно, приступить к этому дню. Я вообще думаю, что мы должны уложить весь кастинг в один выпуск. Ну, мне кажется, это нормально. Давай в одну минуту. Нет, я думаю, что это будет один выпуск. А вы пока можете написать в комментариях, как они думали... Интересно, даже сколько времени это займет. Получится ли у вас уложить кастинг? Один выпуск, но на 9 человек, да? Все, я уже вижу, Катя, пошли. Пошли. Привет! 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 К вам привет! Привет! Та-ра-та-та-та-та-ра-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра! Ты сегодня рэпер? Или как? Как это? Нет, ну, я знаю, просто тоже. Нормально. А я тоже могу снять? А-а-а-т-та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну что, вы готовы? На самом деле. Немчо. Они хотели вообще придут и никто не побыть, но я думаю, что трэш обязательно будет, потому что у нас по-другому, по-моему, не проходят тассики. Ну, судя по анкетам, у них у всех трэш был. Я все-таки считаю, что людей нужно принимать после разговора. Знаешь, заговори, чтобы я мог тебя убедить. Я точно. Просто когда мы читаем их анкеты, кажется просто ужас-ужас-ужас, выбрать не искать. Я выбирала из 200 анкет 9. Самых ужасных. Я не знаю, просто выбрала. Так, но я предлагаю идти, потому что пасмурно, скоро дождик пойдет. Позовем твою работу. Все, спасибо. Здравствуйте. Доброго дня. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Рассказывайте, пожалуйста, о себе. Меня зовут Наташа. Я Вика. Вот мы лучшие подруги с детства. С садиком вместе. Сколько вам сейчас лет? 29. Угу. Так. Да. Мы ходили на курсы кроя и шитья. После этого в месяц. Вика продолжил свою историю. На курсах кроя и шитья нам очень понравилось шить одежду. И там, получается, с нами на курсах ходила девочка, которая предложила мне быть основателем бренда и попробовать открыть бренд вместе. Мы попробовали, у нас все получалось, потому что тогда еще это был 2014 год, особо производителя и женской одежды не было. Вот. Ну и когда уже, грубо говоря, не мы искали, куда все это деть, а нас уже начали искать, она решила, что в принципе она хочет заниматься этим сама и в самое трудное время я как бы была с ней и ей было так удобно. Сказала, что больше не хочет типа совместно работать. Хорошо. Так, прошло пару лет, вы решили, что... Ну да, я решила, что все-таки в принципе у меня есть очень такой нормальный багаж, с которым я могу открыть это все. Но, понимая, что мне все равно нужно работать на основной работе, я решила, что мне нужен помощник. И так как мы с Наташей как бы с детства вместе, я... Доверяем друг другу как себе. Да, поначалу это было страшно, потому что я не хотела разрушить дружбу. У нас мы записались на курсы дизайнеров, курсы закончили, но мы их, правда, чуть-чуть бросили заранее, нам там не понравилось, качество не соответствовало обещаниях и цене. На ознакомлении мы, когда приходили на эти курсы, нам все красиво очень рассказывали, показывали, как мы научимся рисовать. А сам человек, он является каким-то брендом или нет? Нет. После этих курсов мы решили, начнем-ка мы сами. В чем идея вообще? Давайте вот с идеологией начнем. Вы просто решили шить одежду или что? Вот в этом-то и проблема, что над основной идеей нам нравится, это нам нравится, нам то нравится. Людям тоже нравится. Как Вы понимаете, что людям нравится? Ну, например, по выставкам у нас не было ни одного никогда возврата товара, если по интернету покупают. Сколько Вы продаете? Давайте начнем с вот этого никогда. Сколько Вы продаете? У нас так получилось, что весна и лето идут хорошо, а осень и зима вообще застой. Еще раз, сколько единиц Вы продаете? В среднем 5-10 в месяц. Кто, чем у Вас занимается? Ну, Наташа занимается инстаграмом, раскруткой, посты делает, выставки какие-то еще. Да, организовывает, получается, рынок сбыта, грубо говоря. Костя, сейчас прости. Костя, давай сразу Наташу работу инстаграм обсудим, как эксперта в инстаграме. Расскажи, пожалуйста, как работает инстаграм? Ну, надо спочатку вниз. Сколько у Вас продаж в инстаграме? Бывает, что ноль, бывает, что три-четыре вещи. У нас есть пару постоянных клиентов, которые каждый месяц что-то покупают у нас. У Вас какая стратегия просувания инстаграма? Набить количество профессиональных, ну, хороших фотографий. Я учусь писать более-менее какие-то тексты, чтобы не просто… Цель. Я спросил цель стратегии ваших инстаграма. Яка? Да. Их не много. Их несколько базовых, да. То есть, увеличить количество продаж, увеличить количество подписчиков, чтобы они стали нашими клиентами. А Вы знаете, что это непропорционная вещь? Кількость подписчиков никак не впливает на их качество. Это, в целом, непропорционная вещь и тут нужно работать. Ну, я маю выяснить, что на самом деле визуально вот так вот взятие достаточно непогано. Ну, то есть, инстаграм достаточно непогано, но, я уверена, если вы залезете в статистические данные ваши, то там будет немного другая трешовая жизнь. Смотрите, Вы вообще занимаетесь, а чем Вы занимаетесь по жизни? Ну, я заместитель директора строительной организации. Я контент-менеджер в IT-компании. То есть, у Вас есть место постоянной работы. Да. Сколько времени Вы уделяете своему детищу? Ну, после работы сразу и выхода. До которого часа у Вас работа? До шести. До пяти, до шести. То есть, вообще, классная история. Вы работаете на работе и решили, а не замутить ли нам как бы дело? Потому что понятно, нам надо за что-то жить, естественно. Вы въехали в эту тему, но никто из Вас не дизайнер. Значит, первый совет, который я Вам самый лучший могу дать, хотите? Знаете, дизайнера? Нет. Да, хотите. Престайте заниматься этой хернией. Ну, не знаю, но мы все равно горим этим. А, да. Нам нравится шить. После курса шитья, мы до курса вообще не знали, что мы этим будем интересоваться. Послушайте, Вам может нравится что угодно шить, но Вы на этом бизнесе не сделаете. Если Вам это все-таки надо делать, значит, Вы увольняетесь с работы. Вы убираете себе эти подстраховочки. Раз уже Вы решаете идти, то будьте добры. Дальше Ваша задача очень четко понять все-таки, что Вы производите и для кого конкретно. По-честному, я смотрю на Вас. Вы типажницы, Вы обе крупнее, чем я. Да. Таких девушек очень много. Вы очень красивые. Почему бы не сделать, например, акцент на определенный типаж девочек? Мы об этом тоже думали. Получается, мы хотели сделать линейку одежды плюс сайс. Но не просто там 48, а еще больше. Например, там 54 размер. Не линейку одежды, а концерт. Мы просто хотели. Концерт, да. Это может быть. А потом задумались. А на выступах у нас постоянно остаются эксельки. Эски, эмки разгребают сразу же. А эксельки остаются все. Это, наверное, потому что мы не позиционируем себя как бренд. Если бы Вы продавали на выставках везде по 100, по 200, по 300 единиц, я бы Вам сказала, да, девчонки, классно. Но мы сейчас не говорим о чем-то таком. Да. Дальше Вам необходимо найти себе все-таки дизайнера. Человека, который будет придумывать идеологию и концепт. Какую-то уникальность и узнаваем. Потому что у бренда одежды, как по мне, она все равно должна быть. Учитывая, что у Вас нету ресурсов мастхэва, сегодня денег там и так далее, и так далее, нужно как минимум, если уж пробовать, то очень сильно сузиться и попытаться завоевать какую-то определенную аудиторию. Обязательно. Начиная с продукта. Возможно, у Вас появится девочка-дизайнер, у которой будет немножко денег на то же продвижение. Потому что маркетинг все равно нужно вкладывать. Нужно все равно денежки вливать. Стратегия Инстаграм. Костя абсолютно правильно сказал. Вам необходимо создать стратегию не только в Инстаграм, а начать со своего продукта. Потому что Вы сами сейчас не можете определить уникальность своего продукта. И мы его не видим. А для чего Вы бизнесом занялись? Вы же работаете на работе? Я расскажу за себя. Я просто не люблю свою основную работу. Я тоже. А вот это мне настолько нравилось, что я могла прийти в 6 часов вечера. Вот супер. Вот Вы не любите работу. Нафига Вы ее работаете? Нужно просто совершенствоваться. Учиться там другим. Учиться уже идти осознанно. Не просто на какие-то курсы, где дешевле. А уже выбирать личность, кому бы ты хотела пойти. Это самое главное. Я не знаю, как можно делать сегодня бизнес. Особенно новый. После работы. После работы, которую они любили. Да. После работы. А еще семья, дети, там и прочие вещи есть. Я не совсем вижу Вас в шоу. Хотя опять-таки, если люди проголосуют, мы Вас возьмем. Я не совсем вижу Вас в шоу, потому что у Вас сейчас есть такие, скажем так, задачи такого характера, которые Вы должны решать только сами. Мы не можем Вам в этом помочь. Курсы пошли на дизайнерские, потому что они были дешевые. Но они Вам не понравились. И то, что прям сильно дешевые. Да, средняя цена. Теперь Вам придется еще идти на одни. И Вы будете искать такие же средние. И две эти средние цены, они бы Вам вышли, если бы Вы изначально подошли к вопросу серьезной. И у кого-то дизайнера взяли. Да, это был бы один курс. Все. Идите работать. Все. Спасибо. Вам тоже. Пока. Спасибо. Здравствуйте. 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 Садитесь в сторону. Посмотрите, Вы пришли, Вы хотите что-то улучшить? какую проблему решить я хочу разобраться со своим делом потому что получается сейчас так что я его развиваю одна и я понимаю что в таком плане развития не будет у меня практики йоги по методике адха йога это такая революционная бы сказала методика сейчас в украине она набирает своих оборотов потому что она полностью отмытает все стереотипы которые вообще можете продемонстрировать одну какую-то фигуру без стереотипов фигуру ну да да например зрители могут сейчас расскажу о себе так я хочу сейчас развиваться в онлайн направлении больше я понимаю что я бы хотела запускать в продаже вот свои онлайн марафоны те которые я сейчас и делаю красиво их упаковать и продавать их записи потому что сейчас у меня идет вот ну больше такой режим онлайн а то есть я запустила и девочек виду 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 сейчас я хочу сделать вот у меня есть такая вот картинка в голове это какой-то платформы онлайн где будут размещаться вот мои услуги и человек сможет узнать и как он может ко мне прийти на живые практики позаниматься и непосредственно как принять участие онлайн или получить марафон записи чтобы моя услуга она распространялась не только на киевскую аудиторию но и вообще обширно какая у вас проблема почему вы хотите принять участие я хочу масштабировать свой бизнес и наконец-то начать получать и удовольствие то я получаю удовольствие от того что я делаю но и естественно получать хорошую прибыль какой получил зарабатывать сейчас я зарабатываю вообще от этого проекта 1000 долларов а сколько остается 1000 у вас выручка а прибыль сколько остается где-то получается четыреста пятьсот долларов скажи будь ласка и к ваших кто-то что-то давать разве на два торшится только до вас приходит да и другие кого вы бачите ваши идеальные клиенты ну это женщины если по возрастной категории то это 25 плюс и в принципе предела нет не занимаются любых возрастов и для меня это приятно также это люди которые интересуются своим саморазвитием психологии здоровым образом что из вас за столом этим не интересуется андрей ты интересуешься саморазвитием зачем к вам приходить в чем ваше отличие от остальных потому что я покрываю очень многие запросы людей по моей методике человек может развить и свое физическое состояние то есть например если приходит девушка хочет похудеть например она может это у меня получить средстве регулярных практик примеру кроме того мы работаем с внутренним состоянием то есть человек приходит здесь еще есть вопрос об осознанности то есть мы работаем все в такие практики они работают с внутренним состоянием все они работают с осознанностью ваш оффер я считаю совершенно но неправильным потому что вы считаете что нужно решать все проблемы но человек как правило хочет решать какую-то конкретную проблему и если он не видит какую конкретную проблему вы решаете да он ну мне кажется что ему это не интересно мне лично было бы не интересно все приходят как за легкими деньгами всем кажется что сейчас я буду обучать и смотрю там маша делает марафон и вот у этой девочки не миллион подписчиков у этой там 100 тысячи она все время регулярно запускает и все считают что инфобизнес это дешевое удовольствие найдите свою целевую аудиторию не на женщины которые в разводе или женщины которые хотят подготовиться удачно выйти замуж и важно любой абсолютно даже продукт можно по-разному посмотреть на него с точки зрения пользы с точки зрения вреда но нам каждому очень четко в какой-то момент мы видим только то что вот сейчас да это как надеюсь я скажу красным еще те будем искать только красный цвет вот встаньте определите каким цветом вы хотите быть и говорите только об этом цвете и вот эти люди они будут к вам притягиваться и будут мало того еще объединять вещи о которых поговорить можно да вместе вот и это будет гораздо круче потому что абсолютно ошибочная теория о том что типа мой продукт решает все и поэтому привлеку всех нет все это ничего вот просто запомните это мы уже все на этом съели неоднократно спасибо вам потому что вы мне на самом деле очень сейчас помогли и у меня был такой запрос на чем не нужно сфокусировать свое внимание куда направить энергию потому что вроде бы как-то это все внутри понимаешь но связи с тем что я сейчас занимаюсь абсолютно всем и самым и таргет и провожу йогу и видео и монтаж то есть у меня во всем расфокусировано немного внимания и вот я в этом моменте запуталась то есть что мне нужно сейчас сделать и начнем поставить акцент спасибо большое что пришли спасибо вам спасибо за внимание спасибо здравствуйте оля здравствуйте команда команда тайнер скажи пожалуйста мы не будем выкатся мы станем знакомы таня участница леди босс и ответственная за лишние килограммы есть немножко мои и твои тоже расскажи пожалуйста нашим зрителям и нашей команде чем занимаешься мы затавливаем макаронс пирожные макаронс вы еще можете знать как макаруны потому что в украине произносится более распространенное имена это название мы производим брендированные уникальные квадратные пирожные макаронс инк джой макаронс это уникальный подарок та солодкие эмоции таки солодощи покликанье радует не лишь шлунок а и око вы заказываете на ваш выбор квадратный макаронс либо с фотографией либо же с леготипом либо же на вкус еще сто раз лучше чем на вид я вчера плюс заключается в том что у потребителя есть выбор у клиента выбор вкуса у нас более пяти вкусов это от классики и до экзотических новинок соленая карамель либо же дурблю которая тоже очень вкусная печать печать действительно уникальная уникальность еще в том что они квадратные в украине квадратные больше не встретите специально думала о том как сделать такую форму и даже если вы позвоните в любую кондитерскую не вам скажут что это невозможно теоретически но когда ты им показываешь вот это все понимают что невозможно и возможно печать у нас со специальным принтером привезенным с америки он американского производства точно так же какие эти черныла они тоже съедобные у нас на них есть сертификаты кроме всего прочего скажи пожалуйста можно такое макаронс печатать этим принтером или еще на чем то теоретически можно печатать на любом съедобном объекте это может быть торт это может быть зефир но ты жила одна макаронс да в чем твой бизнес заключается твоя бизнес модель как ты себе ее представила бизнес модель заключается в том что сами макароны у нас на аутсорс у нас кондитерская наша задача заключается в том чтобы подобрать специально для клиента правильный вариант печати непосредственно для того чтобы удивить клиента удивить тому кому дарят эту коробку то есть наша задача именно в печати на них так связи с тем что сами макаронс производится из миндальной муки она непосредственно дорогая и из-за этого маржинальность бизнеса себестоимость вот такой коробки получается 340 гривен а продаешь ты ее за 699 мы сюда включаем доставку то есть у меня идут растраты на доставку это будет зависеть например себестоимость уже будет зависеть от того какая дачу маржа больше всего на печати да на данном этапе один сотрудник который и креативный одновременно директор и одновременный менеджер и общается с клиентами и у нас продажи у нас есть сайт 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 на котором есть возможность загрузить ваши фотографии сайт на котором есть возможность выбрать как это будет фотография ложится конструктор непосредственно да на всю коробку через сайт вы можете проплатить но по факту пока у нас получается что продажи идут через инстаграм а не через сайт в основном основная задача это выйти на корпоративный сегмент мы этим сейчас занимаемся мы уже сейчас придумали точнее заказали и сделали другую упаковку где будет три штуки они 9 и на эту упаковку мы можем наносить любой вариант также на заказ любой принт то есть это может быть логотип может быть корпоративный какой-то мы продаем корпоративного сегменту смотрите корпоративный сегмент для вас презентация вот и точно так же но здесь уже три штуки и проще меньше вы смотрите естественно сразу понятно что у вас для корпоративного сегмента сразу понятно вы пытаетесь это продать не можете или не пытаемся столкнулись с таким с такой проблемой что люди квадратные не воспринимают как макароны оригинальный продукт сделали они не понимают что это макароны теперь мы теперь мы пытаемся сделать какие-то найти решение и мы уже попробовали говорят я думаю что для корпоративного сегмента это не имеет никакого значения я тоже хотел то же самое это может иметь значение непонимания людей которые увидели там в инстаграме ну условно говоря и протупили хотя не знаю как здесь можно протупить короче Таня я думаю что на самом деле тупая отмазка не твоя а вообще просто рыночная какая-то ну или сотрудника который говорит что люди не или сотрудник говорит не имеет никакого значения по факту потому что если мы берем этот набор то его ценность совсем не макаронцы это все прекрасно понимают в эмоциях да его конечно уникальность и в эмоциях какой твой бизнес-пласс да я просчитывала сколько коробок мне нужно продавать для того чтобы хотя бы хотя бы выйти в ноль и и получается это 68 вот таких коробок мне нужно продавать в месяц да а сколько сейчас продается ну намного меньше насколько ну около 10 месяц продается да да учитывая что есть сотрудник есть офис да да работала работаешь муж или просто откуда-то просто это тоже всегда для предпринимателя да интересно я работаю бортпроводником времени не прошло не так много я пытаюсь учиться на своих ошибках пытаюсь развиваться пытаюсь что-то делать и и делаю два месяца с мая месяца но времени просто мало прошло шаги все правильно за корпоративный сектор двигаешься можно сделать она но если кас касается в битубе сектора мне кажется там люди сами должны научиться продавать не к нам вопрос главное да еще раз что мы тебе сказали это то что должна быть разная ценовая история индивидуальный премиальный заказ он не может идти по цене мосмаркета как обычные макаронцы но это сто процентов вот и у тебя должно это должна разветлиться да попробовать для себя и гипотезы так мы это называем я погоджуюсь что насправді ну это очень круто и цикаго но на одних макаронцах и вы не сможете продавать ну как теоретически это возможно но тут надо будет и разные модели у вас должна быть продукция на макмаркет яку вы пропонуете да якусь якусь вона як чеканна вона зрозуміла и якусь от уникальну интендентику да вот яку такого варіанта вона вже має відповідно коштувати інші гроші тому що виходить що ви себе загнали в рамки то що ви намагаєтеся классный эксклюзивный продукт запихнути в масс-маркет по вартості масс-маркета и и соответственно маржинальность у вас гужуется потому что у вас высота ну тут вам багато процесов потребовекового для того чтобы закрыть вас до речи мая у нас сайт правда пльовый то есть ну правда дуже таки цикавый и минималистичный правда пльовый то есть у вас продумано это все то есть ну то есть вы там чеку вы нанимали блин люди придумали цю модель да ты моделюешь там это все да мы намагались это продумать каждый крок на каждый шаг я попробовал все эти штучки ну блин классно правда и думаю что варто якщо вы хотите выйти на точку збитковостей да как можно швидше выйти на прибуток то вам потрібно подумати про окремый продукт який будет клишированный який вы доштампуете який робить вам оборот швидкий и на цьом продукте уже поднимать вартости его продумать давать эксклюзивный продукт потому что это правда круто я думаю что у тебя однозначно должно все получиться спасибо мне нужна ваша поддержка спасибо мы попросим всех если у вас есть какие-то идеи более если у вас есть либо ваша компания которая это может быть интересно либо вы пиарщик и вы знаете что вы можете вместе стане на этом заработать денег почему нет а и если у вас есть какое-то заведение кафешка посмотрите обратите внимание на то что вам это подозреваю что принтер это тоже дорогостоящего до воли для а вот вы можете найти свою уникальность вот таким образом привить благодаря такому сотрудничеству поэтому мне кажется точно ну класс спасибо . у тебя есть сегодня да давай давайте вот смотрите вы там написали асс а уникальности то есть вы делаете женат женское белье то есть производство и продажа женского белья лично я не произвожу я создаю модели и соответственно есть цех где производится белье вы отдаете ну где вам по вашему проверенная моя команда которая отшивает я лично не швея не закройщик и к этому если честно не имею отношения в плане я не знаю как это делать но я слежу за тем чтобы это было качественно отшито качественный был продукт на выходе и я создаю саму модель вот уникальность своего свою расскажите пожалуйста нам потому что женского белья вообще заболевали почему я в принципе заполнила анкету потому что рынок белья он переполнен почему я начал этим заниматься и в принципе почему уникальность моего продукта это в том что когда я подбирала ранее себе белье я не могла найти то которое у меня вдохновляло на что должны на что должно вдохновлять женское белье на то чтобы я себя чувствовала просто богиней в нем это во первых чтобы она была наполнена такой энергетика чтобы я одела его и не чувствовала что я просто отдала кучу денег за него и просто дело красивенькое белье а вот чтобы я одела и почувствовала энергетически для меня важно так же как и в одежде чтобы тот продукт товар ту одежду которую я одеваю на себя чтобы я прям слилась с этим это звучит очень знаете как есть теория а есть высшее какое-то осознание чего-то мы же деньгах но деньги ради денег никогда не работают никогда не работает деньги ради денег если вы создаете тот продукт который приносит какое-то что-то какое-то удовольствие какое-то непонятно знаете ваша уникальность то что ваше белье энергетически заряжена то есть я его создаю не просто пришла купила товар купила продала либо я пришла купила ткани то есть первое самое главное ваша уникальность энергетически заряженная ну допустим комплект белья трусики и блюстик вы можете перевести от 700 гривен 30 долларов 30 долларов виктория секрет я могу за 5 долларов купить я знаю сколько вы сейчас за такой итогом трех месяцев у меня было 15 покупателей это просто ужасно якшо выйти на ну в оборот мы говорим про кэшфо да там 2000 долларов это вы маете в месяц продавать их минимум від 40 комплекта ну це приблизно я так по ціновесима другим еще наступить инстаграм просто есть вас ухто сведе чи це вы робите смотрите изначально инстаграм начала вести я самостоятельно когда я поняла что что-то пошло не так я наняла компанию которая заплатила деньги которая начала вести инстаграм на данный момент я отказалась от услуг данной компании и веду самостоятельно по уже разработанной разработанному контент плану инстаграм страницу но при этом я делаю теперь рекламу я вкладываю деньги в рекламу инстаграм я стать брендом пожелать только одно что вашего мужа хватило терпения и денег на то чтобы он мог вам позволить в этой шуту при ней находиться и процветать я хочу вам сказать спасибо потому что ваши анкеты которые я заполняла они уже структурировали много у меня это прекрасно это уже хорошо спасибо за уделенное время это кто это мишель мишель сколько тебе сколько вам месяцев 9 9 привет красотка а ко мне пойдет отлично у меня не удалось технически ответить на вопросы у нас конечно сами особенная предистория если вы помните в англии которая вам писала неоднократно которая отправляла вам в англии в англии которая отправляла вам посылку со свечами да я помню это время когда вы четыре года назад я и шла и мне только родился первый ребенок это было четыре года назад я иду по парку и меня тогда я начала смотреть вот вас это такой был поток это такое было состояние особенное и я думаю почему мне это ермилова вообще не выходит из головы абсолютно такое я вас понимаю очень основательно и глубоко я сейчас работаю над созданием головных аксессуаров я их принесла с собой покажите конечно вот такие а мы можем примерить конечно девочки давайте да да давайте вот цвет глаз вот цвет то есть их можно так кому какую это может быть маленький размер так давайте ну наберемерьте мне что-нибудь красотень хорошо в общем такое произведение да и и собственно что касается бизнеса как-то все структурировать и с технической а что за бизнес давайте вот Workers это делаете и что происходит да и цивотата вы делаете где вы это продаете какому это продаете сколько на этом зарабатываете сейчас это только на этапе разработки но сейчас где живете я сейчас бы здесь а сейчас вернулись да сейчас вернулись здесь вот летом поймала это Scott и в общем проявляюсь сейчас разрабатываются коробки через неделю будут готовые коробки бархатные чехлы которые они будут и И я намерена их представлять в салонах класса люкс, ну, этот аксессуар, который необходимо мерить, потому что его там, если через Инстаграм... Сколько это стоит? Ну, себестоимость... Не себестоимость, а сколько вы это продаете? Вот, например, мы хотим это купить. Сколько это стоит? 2399 гривен. Значит, понятно, стоит, это понятно. Сколько где вы это будете продавать? Продавать в салонах здесь, в Киеве. Да, а ну, продавать в салонах какие, что конкретно салоны? Салоны бэкстейджа, которые... Салоны красоты. Салоны красоты, да. Давай немножко с другой стороны. Смотрите, вы замужем, да, и вам для чего бизнес? У вас муж обеспечивает? Обеспечивает, но я желаю увеличить, как бы, свои финансовые потоки и свою... Ну, себя проявить. А сколько вы хотите зарабатывать на этом бизнесе? Вот всегда бизнес начинается с того, сколько я хочу зарабатывать, да? Ну, если так объективно, в месяц тысячу долларов. А вы хотите зарабатывать тысячу долларов, сколько вам нужно продавать таких аксессуаров, чтобы зарабатывать тысячу долларов? Ну, я считаю. Я вам скажу, вот сразу же очевидные, как бы, вещи. Вы же за правдой правду спешите. Конечно, да. Вот. А момент первый. Вы вообще не предприниматель. И, скорее всего, потерпите фиаско. Если говорить об этом как о предпринимательстве. Есть в этом идея. Конечно, очень специфическая. Далеко не для каждого. Далеко не необходимая вещь. И если вы положите это в салонах, то, скорее всего, оно там умрет. Как это можно развивать? Наверное, это можно развивать с помощью компетенции, которые... Это мое мнение. Они сейчас скажут. С помощью компетенции, которыми обладают Алина и Костя. Они отвечают как раз за онлайн-продвижение, за инстаграм. И, возможно, что можно придумать и сделать интересный инстаграм, сделать интересное позиционирование и попробовать самым безболезненным и достаточно быстрым способом потестить эту историю там. Потому что разносить это по шоурумам, даже не по шоурумам, по салонам, как вы говорите, как по мне, вообще бесперспективная история. Мало того, я даже больше, чем уверена, что если у вас там нету знакомых, вас пошлют куда подальше. Вот просто, ну, типа, эта идея прикольная. Вопрос теперь ее реализации. Сама по себе идея имеет место быть, но ее реализация – это огромная работа. Поэтому мы вам желаем удачи. Более, у вас такие красивые идеи. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Как вас зовут? Анна. Анна, очень приятно. Да. Анна, рассказывайте, пожалуйста. Развела вообще. Я? Я. Я расскажу, как я понял, да? Я понял, что вы сотрудник в компании, да, где-то работаете, еще продолжаете работать. Я работаю только в пекарне. Нет, вы не сотрудник компании. К нам кого-то подослали, правильно? Это не ваша компания. Я управляющий директор. Вы управляющий директор. А чья компания? Собственник. А почему он сам не пришел? Ну, вот так. Захотел. Ну, а о чем мы с вами будем разговаривать? О возможности развития. Мы разговариваем только с собственниками компании. Вы не собственник компании. А анкету вы заполняли? Собственник. Ну, а почему он заполнил анкету, а прислал сотрудника? Ну, потому что бизнесом у кого же я. Ну, это не ваша компания. Инициатива нет. Что вы нам расскажете? Расскажу про бизнес и спрошу, как его можно развивать. У нас не консультация. Мы выбираем людей в проект. У нас нет сейчас услуги консультации. Мы сейчас общаемся с предпринимателями, которые рассказывают о том, чем они занимаются, какие у них есть проблемы в бизнесе, а мы смотрим, сможем ли мы помочь в решении. Есть ли что решать и так далее. Дело в том, что бизнесом руковожу я, как бы, деньги собственника, как бы, он особо не участвует. Вот передайте себе собственнику, пока он особо не участвует, у него бизнеса не будет. Он так и будет. Пусть продолжает платить вам деньги, да, бизнеса не получится. А вы держитесь как можно дольше. Это очень классно. Ваша задача, да, получать зарплату, если нормально платят, да, бизнес все равно закроется. Если ты хочешь бизнес, ты должен в этом бизнесе участвовать от и до. Не важно, какого размера твой бизнес, маленький, большой, да, чем больше бизнес, тем больше ты в нем должен участвовать, по сути. Вот. И надеяться на то, что вы, ну, кто-то, вы наемный сотрудник, разобьет ваш бизнес, и он будет работать сам по себе, автономно, совершенно, да. Это утопия, это бред. А сколько вы продаете каждый день? Сейчас порядка 18 пирогов в день. А через какие каналы вы продаете? А пирог стоит, насколько я помню... Кроме 320 гривен. Да, и выручка получается сколько в день? 5000 гривен? Ну, где-то так, да. Это ежедневно происходит или нет? Какая средняя выручка ежедневная? Или у вас не каждый день продажи? Нет, у нас каждый день продажи. Средняя выручка в день порядка 6-7 тысяч. Это средняя. Ну, понятно, средняя рекомендация. Но есть затраты, те же закупки, зарплаты, товаров. Затрат больше, это понятно, гораздо больше, чем эта сумма. Ваша хозяйка, владелица, она насколько сильно принимает участие в этом? Она принимает участие, то есть в каких-то организационных вопросах? Ну, как часто она приезжает на место дислокации, вот непосредственно к вашему продукту? Один раз в две недели в среднем. А вы готовы сами этим, например, заниматься? Да. Вы нам коряки принесли? Так что, попробуем. Раз уж вы пришли. Это ваша рекламка, да? Это вот такой пирог, он получается... Это пиканты, 10% спит по самовывозу. Капои. Капои, то есть стоят возле капои. То есть вот он 1200 граммов, да? И стоит 400 гривен, да, вы говорите? В порядке. Смотрите, с часу до 4, счастливые часы, минус 30% на второй пирог. При заказе через сайт или по телефону. Но нам не жалко, мы оставим от сайта телефон, попробуйте. Может быть, вы напишите тоже девочкам какие-то свои пожелания. Если Аня хотела, чтобы вы приняли участие, то какую конкретно задачу вы хотели бы решить в шоу? Я хотела бы решить задачу о том, как сделать оборот без вложений. 350 тысяч гривен в месяц. Сораз, секрет, особенно. Если брать месяц июль, то это 96. Три с половиной раза надо увеличить. Без вложений. А у меня точка безубыточности. Сколько в месяц в гривнах ваша точка безубыточности? Сколько у вас затрат за месяц? Затрат за месяц больше, чем... Понятно, а в цифрах вы не знаете? Сколько на затраты? Сколько вы всего тратите в месяц? В обходится все это действие. Включая ваша плату. Больше 100. 127, по-моему. Это последняя цифра. Сколько вам надо продавать, чтобы бизнес перестал быть убыточным? Сколько в гривнах? Да, в месяц. Какая должна быть ваша выручка, чтобы ваш бизнес... Какая должна быть 250? 250, чтобы выйти на безубыточность только. У вас, мне кажется, очень сильно раздуты затраты. Я бы начал с того, чтобы затраты бы очень сильно урезал все. Я бы посмотрел. Просто вы, наверное, управленец, который просто хорошо тратит деньги своего владельца. Потому что, опять же, не ваши деньги. Потому что нужно приходить Ане и нам следиться. Тут есть над чем поработать. Тут однозначно можно и сократить, и прибавить. Но над этим нужно поработать. Аня, найдите время и деньги, раз уж вы не хотите в открытую работать. Приходите, и это надо разобрать все, и привести в нормальные какие-то... Это можно... Я не знаю, можно ли на этом супермного заработать, но то, что сейчас с цифрами можно поработать очень сильно, это факт. Потому что есть продукт, в принципе, все само по себе есть. Все неплохо, даже вы есть, и то хорошо. Если учитывать, что ей не надо увольняться. Но это все надо сложить. Потому что все... Поэтому все так и есть. Вам есть что сказать? Правда, потому что ты хочешь съесть пирог. Мне, знаете что, мне вот... Ну, вы мне как девушка очень симпатичны, но как управленец я бы вас никогда бы не нанял. У меня такое ощущение, знаете, что вы очень... Ну, я не вижу у вас вообще энергии. Вот все-таки человек, который управляет, и я не представляю вас, да, человеком, вы очень спокойно и разговариваете так со мной. Ну, вот когда даже отвечаете на вопросы, у меня создается просто мое впечатление, как будто бы слегка делаете одолжение. Вот. Такой метод, ну, я бы вот вас не нанял ни сотрудником, ни управленцем вообще никаким бы, да, потому что я не вижу у вас человека, который что-то может дать вот этому бизнесу. Скорее всего, когда вам перестанут платить зарплату, вы просто уйдете. Вот. Вы не сможете этот бизнес развить. Ну, мое такое личное мнение, да. Это тоже вопрос, вопрос, кто управляет бизнесом. Спасибо. Пожалуйста. Ну, это всего лишь наше мнение, да? Да, это всего лишь мое мнение сегодня. Мы не знаем, как есть на самом деле. Мы говорим такой, что вы свой трезвый взгляд. Может, вы просто здесь сильно нас стесняетесь? Может быть, вы стесняетесь, и в жизни вы другая, да. То есть, тут дело сейчас не в каких-то... Как человек, они тоже очень симпатичные. Как управление, себя должна вас строго щелкать, да, и только тогда понимать. Вот. А в любом случае, мы, Ане, как бы месседж донесли, потому что так или иначе, всегда нужно начинать работу с тем, кто вваливает свои деньги. Это правильно. Это абсолютно как бы история. Спасибо большое, что пришли. Вы пироги заберете или нам оставите? Нет, вам нет. Спасибо. 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 Так, здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Рассказывайте мне. Вы с моей подругой открыли агентство. У нас агентство по подбору домашнего персонала. Сколько времени назад? Два... полтора... полтора года назад. Два года назад. Сколько вам с подругой лет? 26. Почему вы решили открыть агентство? Мы работали в аналогичном агентстве. Кем? Менеджерами. Более трех лет мы работали, и в какой-то момент мы поняли, что... У вас есть большая клиентская база, и можно с ней уйти? Нет, не так было. Нет, мы были сжарки. Было бы так уже... Давайте, давайте, заходите. Нет, не так было. Было... Мы хотели продвигаться дальше. Мы постоянно нашему директору советовали, давали что-то. Давайте вот так, и давайте все. Это было известное, крупное агентство или нет? Да, достаточно известное агентство. И как бы мы постоянно что-то хотели делать. И вроде бы нас когда-то прислушивались, и получалось, мы действительно там что-то новое хотели. Мы там говорили, давайте мы, например, зайдем в аэропорт, давайте с ними там будем как-то сотрудничать, давайте там, давайте... Вы были очень инициативными. Да, но не всегда это получалось, и мы хотели дальше двигаться, а потом мы поняли, что мы очень много сил вкладываем и не в наш бизнес. Ну, то есть, мы приходим, мы даем что-то, даем, даем, даем. А сколько вы зарабатывали тогда? Ну, в среднем это было где-то 15-20 тысяч в месяц у нас получалось. Это что в долларах было? Ну, это было вот 3 года назад. Ну, то есть, курс сильно не менялся. Ну, то есть, это было где-то там 500, 600, 700 долларов, да? Хорошо. Ну, мы сидели на проценте, и мы просто понимали, сколько денег получает компания, если мы получаем определенный процент, и мы сели такие, блин, больше всего больше. Вы думали когда-нибудь о том, сколько денег тратит компания? Просто интересно узнать мысли наемного сотрудника, да? Да. Вы об этом тоже думали? Мы, на самом деле, очень плотно общались с нашим директором, мы в хороших отношениях действительно были, то есть, мы делились всеми, как бы мы знали, сколько у нее идет, сколько стоил наш офис, да? Мы знали, там, сколько уходит на рекламу денег плюс-минус. Ну, то есть, какие-то мелочи, мы понимали, насколько это уходит, сколько остается чистых денег, там, с нашим процентом, и мы сели, подумали, что как бы мы хотим больше всего. Окей, хорошо, вы открыли агентство, как пошли дела? Сразу замечательно, с первого дня, на самом деле, мы еще не сняли офис, а у нас уже был заказчик, который принес нам полторы тысячи долларов, и поэтому у нас вот так все получилось. Откуда у вас зались клиенты первые? Знакомства. Какие знакомства? Все через знакомства, все через, просто суть менеджера в таком агентстве, приходит человек, приходит заказчик очень часто на менеджера, ну, то есть, он работает со мной, не с компанией. Да. Поэтому, когда я вам дала хорошую няню, вы говорите, вот, есть номер девочки Лизы, она может хорошо найти нянь. Так-то есть, у нас тоже так было, да? Вот, поэтому этот кто-то позвонил мне, и, соответственно, я этому человеку нашла няню на Америку. И как бы, и мы вот, из-за того, что это все было в попыхах, мы спешили очень, потому что уже был заказ, уже нужно было работать. Вот эти первоначальные шаги, которые там, у нас должно все по папочкам быть, вот, все, все красиво, это мы упустили, потому что пошли заказы. На самом деле, это все правильно, потому что, когда люди сначала все раскладывают по папочкам, потом начинают, у них ничего, начинать бизнес надо именно с бизнеса. Вы правильно начали? Ну, наверное, но я такой человек, то есть, вот у меня Настя, с которой работаем, она вот такая, давай-давай-давай. А мне нужно, чтобы все было, мне тяжело перестроиться. Хорошо, Лиза, у вас классное агентство по подбору персоналов, правильно? Да. Почему вы заполнили анкету? Потому что мы хотим научиться правильно работать, мы хотим вот структуру нашу собственную понять, потому что то, что мы умеем разговаривать с клиентами и находить классных людей клиентам, да, этого мало. А сколько вы зарабатываете сейчас? Ну, средний, это там... Прибыль, вот какая у вас прибыль? Вы считаете, что это прибыль? То, что вы себе забираете? То, что мы себе забираем, это около там месяц, это два, тридцать-тридцать, может быть. То есть, если хороший... То есть, по тысяче долларов где-то на человека, да, зарабатываете? Да, но не всегда. На самом деле, это все зависит от заказа. Может прийти заказ на, там, две тысячи долларов, мы его закрыли, что-то там пустили на рекламу и на аренду офиса, что-то забрали себе. А бывает такое, когда три заказывают по 15 тысяч гривен, или один заказывает 15 тысяч гривен. Ну, то есть... У вас есть сотрудники? Ну, у нас есть мальчик, который ведет нам программу деставт, удаленный. С клиентами работаете вы сами? Да, да, да. Ну, по сути, вам надо пойти на тренинг, где систематизируют бизнес, а не в шоу вам приходить. Правда? Вам не хватает понимания систематизации процесса. Да. Мы этим не занимаемся, да? Ну, правда? Да, мы по деньгам. Да, мы как бы, да. А это другое. Здесь что сказать? Да, я хотела, что вы говорили, что вы там намагались из рекламного, что вот... Это вы сами намагались? Мы взяли мальчика, который... Мальчика, который работает в Google. И он настраивал эту всю историю, но заказы не пошли. Вообще. Ни одного. Плохо работать в Google. То есть, правда, ни одного звонка не было. Он нам прислал очень много историй, как эти все диаграммы, это все. Но ничего не было, потому что было там очень много слов, и мы понимали, что... Ну, правда, это... Почему на вашем сайте нет у вас? Потому что, когда мы открывали, мы даже не думали о том, что это вообще нужно делать. Мы к этому пришли, правда, когда вы начали смотреть ваши передачи, Настя говорит, давайте поставим, давай расскажем о том, кто мы, потому что, действительно, наши заказчики, которые уже есть, они звонят нам. То есть, они не звонят, не многие даже помнят, что они, что мы называемся for family agency, все помнят о том, что есть Лиза и Настя, которые найдут нам любого человека. Ну, на сайте абсолютно шаблонные слова, абсолютно картинки из интернета. Картинки из интернета, но все слова... Ну, а что вы хотите, чтобы люди к вам обращались? Каким образом? Все, вот, по поводу всех слов, это тоже было очень тяжело. Мы нашли копирайтера одного, второго, третьего, когда писали, ну, текст для сайта. В итоге никто ничего нам не смог рассказать, потому что мы хотели, чтобы мы были не так, как у всех. Поэтому... Как копирайтер может написать за вас текст? Я сама написала весь текст на сайте, да. Ну, как бы, потому что реально это тяжело. И вот с этим мы столкнулись во время рекламы, что никто не понимает вообще, чем мы занимаемся, никто, кроме нас, не может написать, какая няня должна быть и где ее искать. Скажи, пожалуйста, если мы, например, без дна у тебя в шоу, вот сейчас мы ведем проект Смаш Александры ресторана, и у нее месяц идет адской жришки, круглосуточная работа. То есть, причем Паша-то она, ну, да? Мы как бы помогаем в нашем проекте сейчас, мы не делаем ничего за тебя, мы только помогаем. Если мы возьмем вас в проект с вашим партнером, вы вообще готовы на месяц жришки? Да. Вот прям мы хотим этого, потому что нам это нужно. А у вас есть какой-то бюджет еще на это? Потому что нужно будет включать рекламу, что-то там делать, кого-то подключать. Ну, то есть ресурсы, я понимаю, ты можешь находить, там, если говорить о каких-то вещах, скорее всего, кто-то с всеми сможет договориться, что у тебя есть такой навык, но договориться, например, с Facebook, как-то платить ему по-другому, вряд ли. На самом деле, если нужно будет, да, как бы вливать какие-то деньги, конечно, мы найдем эти деньги и дадим, потому что мы в этом заинтересованы. Ну, то есть мы понимаем, куда мы ведем, и что... Хорошо. Хорошо, Лид, спасибо большое, что пришли, нам приятно познакомиться. Все, на связи. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маленькое селище, городок, где мы сбудовали, маленькую пивоварню и там працюем. В двух словах, вот, может, представить нашу руку, будь ласка. Кто сегодня не за рулем? Я. Ого. Ну, давай так и дегустируй. Это актуально. Я с удовольствием. Да? Да. Вот все, стаканчиком, наливай. Я буду дегустрировать. Да, пожалуйста. Это реально. Термин производственности – три дни. Максимум. Максимум. А 21 день вы буваете и три дня не хранится? Скорее же. Это есть маленькая умова. Если воно уже разлито, например, в сауру. Пляшки, да. Или, например, в кегузи. А если они разлито, то что? Если мы сварили, воно стоит в танке. Там, где сбродило, воно вистаяться. Воно з часом стає светлішим. Смаки виразніше. Ну, как вино стає. То есть воно может стоять в близком месте. Это, возможно, больше. Понятно. Что вас привело? Какие у вас есть задачи сейчас? Вы варите пиво. У вас есть кафешка, заведение. Все прекрасно. Все хорошо. Что вы хотите? У нас есть проблемы великые. Так как пиво наше, да, продукт недешевый. Из-за того, что собеварность достаточно велика. Плюс невеликые масштабы виробництва. У нас село, место, достаточно маленькое. Там близко 12 тысяч людей живет. Купировая способность также невеликая в них. И цена для них очень дорогая. И в чем проблема? Малий спрос. Так как, возможно, в рекламе, мы не можем, а встаем в рекламе, то что на Фейсбуке, даже сами этикетки дизайн не разрабатывали буквально 2 года назад. Есть на чем работать. Другая, не мать кому работать, как сам там и варю, и физическую работу, там, мию, то есть максимальный пресс-контроль, для нас в бухгалтерии. Поэтому, как бы сказать, вопросов много, работа есть над чем? Над рекламой, над пиаром его продукта. А как вы его продаете? По условиям, мы можем продавать пиво безусловно там, где вырубляем. Мы получаем лицензию, и так же я могу продавать, даже в Киеве, в любом городе, но отримать лицензию от себя. Вы где продаете сейчас? Мы продаем безусловно в Луфице, и рядом с Луфицею есть маленькое, також заводское, там близко 10 тысяч живое. Мы там открыли кафе, магазин алкоголя, там наше пиво есть и иншее. Но вы говорите, что у вас проблемы со сбытом. Ну, по идее, смотрите, я просто рассуждаю сейчас, да? Вот у вас маленький город, где, в принципе, как бы не проблема оповестить всех жителей о том, что, ну, наверняка все знают о вашем пиве, да? Кто пиво пьет, наверное, да. Они не могут это знать. Город маленький. Город маленький. Но они почему-то пьют не только ваше пиво, или даже ваше меньше пьют, а пьют чье-то другое пиво, да? Какое-то другое. Почему? Цена. У вас дороже? У нас дороже. Практически в два раза, чем обычные супермаркеты. Какая в артист-пляшке? В артист-пляшке получается у нас литра 60 рублей. А у вас просто выше себестоимость, да? Потому что производство маленькое. Маленькое производство, плюс сырье. Ну, мне кажется, что вот тот самый случай, когда пиво – это массовый сегмент, да? Очень сильно массовый. Наверное, есть какие-то люди, которые гурманы покупают, может быть, более дорогое пиво, да? Но большинство людей, они как бы пиво там самообычное пьют. И массовый сегмент, конечно, конкурировать с огромным пивозаводом, если себестоимость априори ниже, вам очень тяжело. Но по цене вы не можете никак конкурировать, правильно? Да. Ну, я скажу больше. Это два разных продукта. Крафтовое пиво – это один сегмент. И масс-маркет, да? Это вообще другой. Нам нет смысла конкурировать с гигантами. Вы конкурируете с другими крафтовыми пивами? Да. У нас есть магазин, которые привозят другая крафтовая. Ну, она типа крафтовая. Так же самое. Ну, люди одни нравятся, другие нет. Работаем много, занимаемся. Вот, возможно, возможно, вы какие-то консультации или подсказки нам дадите. Я вот так понимаю, что, прости, это непонятно все. Ну, вот такой сильно зарегулированный рынок, да, вот, то, что касается алкоголя, это пока, мне кажется, здесь вот не совсем рыночная история. Здесь вопрос в том, что кто может заплатить за лицензию, кто может стать в правильном месте, да, себе позволить. И все. То есть решает вот этот вопрос. Там уже не важно. Ну, то есть, если, например, это место такое, где есть твоя целевая аудитория, которая там уже есть, ты встаешь, покупаешь твою лицензию, ты первый встаешь, в принципе, ты забираешь себе весь рынок в данном городе, если ты не такой большой город. Все. Больше ничего не можешь сделать. Я просто считаю, что нужно людям сегодня в любой нише давать больше причин покупать у вас. Вам нужно научиться жить со стороны клиента. Если вы хотите продавать качественно свой продукт, если вы хотите понимать своего клиента, вам нужно себя ставить на место клиента и поделиться на ваш продукт с точки зрения клиента, с точки зрения водителя, який заехал до вас в заклад, с точки зрения клиента, там покупца магазина, який зашел до вас. И тогда вы сможете хотя бы понимать, в каком напрямку вам нужно рухать, что вам нужно покращать, что там прибрать, что надлежок, что недостаток. И тогда вы будете понимать. Самое ценное, что есть у предпринимателя, это энергия и трудности. Потому что, когда есть трудности, есть энергия, это превращается в действие, а действие всегда дает результат. Деньги мы очень часто спускаем совсем не туда. И никакого результата нам это не делать. Спасибо большое, что приехали. Спасибо вам. Ну, что так долго ждали. Спасибо. Но я сразу говорю, что Костя рассчитывает на пиво. Дальше, Костя. Нет, в машине есть. Нет. Как вам вообще? Ахиня. Нет, вообще очень круто. Круто. На самом деле, были очень интересные конкурсанты, я не знаю, можно так назвать, кандидаты. Кандидаты, да. Да, очень интересные, интересные идеи. Специфичные были, певные решения, не зрозумели, какие, правда, было интересно почути людей, как люди начинают, ведут бизнес, какие-то изменения в жизни делают. Ну, правда, очень интересно, мне кажется. Ну, не знаю, меня многие вещи по-прежнему шокируют, несмотря на то, что мы уже очень много людей разбираем, я вижу, как тупо порой мы выглядим со стороны. Ведь это же каждый из нас с вами, да. Мы, по сути, смотрели на них, но мы же видели себя в разных ситуациях. Потому что каждый раз, когда человек, вот он приходит, никто из них не чувствовал, что он делает дурню. Каждый был уверен, что он делает хорошую вещь. И мы тоже в момент, когда мы что-то делаем с вами, нам кажется, придумываем идею гениальную, что-то запускаем. Нам кажется, что это очень классно. И весь мир в ней нуждается, в этой идее. Я понимаю, как важно, чтобы тебя все-таки кто-то раздуплил. 100%. Ну, справедливо, мне кажется, что будет тоже интересно поделиться, как глядача, кто им наиболее понравился, кто выкликал какие-то впечатления, потому что он, наоборот, запитание. И, насправеде, как, блин, сколько людей, но, справедливо, есть такие вещи, что трехно аж стрёмно стоит. Что, ты выбрала кого-то? Мне понравилось, я выбрала. Я выбрала того, с кем мне было бы интересно работать. Это не один человек, но очень интересно посмотреть, как отреагируют зрители и совпадут ли наши мнения. Ну, нам остается только попросить вас сегодня, наконец-то, проголосовать еще за последнего нашего участника, Пашу с пивом. Ты не выпил пиво еще? Он уже ждет, когда все закончится. Он уже ждет, когда все закончится, чтобы выпить пиво, проголосуйте, пожалуйста, за Пашу, напишите ему свои идеи, тоже свое видение, особенно те, кто любит пиво или особенно, кто живет там рядышком, может быть, да, этих каких-то классных идей. Ну, и мы, собственно, уже совсем скоро узнаем, с кем мы начнем работать и кому мы поможем все-таки измениться в цифрах, измениться в видении, измениться в продажах, потому что бизнес это прежде всего продажи, как ни крути. Мы можем очень сильно кому-то нравится или не нравится, но вы всегда голосуете и голосуете всегда деньгами, как, собственно, и мы, правильно? Если мы покупаем, значит, это нужно, и мы попали в ЦА, и попали в продажи. Это идея, давай голосование деньгами устроим. Хочешь, чтобы все проголосовали деньгами? Я предлагаю сегодня проголосовать лайками. Если вам понравилась наша команда, вы ждете новых выпусков, то, пожалуйста, поставьте нам лайки, вот такие зверненькие, и подписывайтесь на нас, потому что мы обещаем кружить. Мне кажется, классная команда, я уверена, что классная команда, все очень здорово вписались, мы продолжим вместе работать, и я думаю, что сможем показать результаты, за которые не будет стыдно нам, и к которым будете стремиться вы. И не забывайте о том, что новые кастинги также у нас будут не за горами, поэтому обязательно заполняйте анкету, давайте шанс своему бизнесу, не бойтесь. Это очень страшно прийти, вот так обнажиться на кастинге, рассказать все, как есть, и послушать вот эти все наши мнения, да, разные, нравится, не нравится, но для того, чтобы развиваться, мы так или иначе должны это делать, но главное решение всегда принимайте вы сами, помните об этом, что бы кто ни говорил, вы единственный человек, который за все будет отвечать. Так что, до скорой встречи, нам давайте все-таки отдыхать, да, я предлагаю. Мы, короче, пошли, у нас есть дела. Чем заняться сегодня ночью? Вот и все, ребята, до скорой встречи.